Девушки отдыхают 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 А также и исламские деятели, если можно так сказать. Шамиль Загитович, здравствуйте. Салам алейкум. Добрый день. В алейкум ассалам. Шамиль, вести передачу буду я по Арвизне Мати. Шамиль Загитович, у меня к вам такой вопрос в начале. В целом мы хотели бы узнать вашу точку зрения о новом общем раунде переговоров между Ираном и Шестеркой, в частности предстоящем его 20-21 ноября. Как вы комментируете атмосферу нынешних переговоров и действительно настрой сторон, в частности с западной стороны, насколько реально они в своих намерениях по переговору с Ираном, по разрешению ситуации вокруг Иранской едной программы? Что касается настроя, то я хочу сказать следующим образом. Дело в том, что есть объективные предпосылки, которые заставляют и Иран, и страны Шестерки или Пятерки, так можно сказать, идти на эти переговоры и демонстрировать конструктивный ритм в этих переговорах, стремиться к заключению определенных соглашений. Я не буду говорить по поводу Ирана, потому что здесь позиция достаточно ясна, и более интересно здесь представляются интересы Запада. Даже меня все время смущает, когда мы говорим Запад, Запад, Запад. Дело в том, что события 2013 года, в частности, то, что было связано с Эдвардом Сноуденом, это попытка посадить самолет голливийского президента в Вене для того, чтобы обыскать его и так далее. Оказывается, что никакого Запада нет. Есть Соединенные Штаты, есть БОСы, есть все остальные, которые в той или иной степени зависят от этой страны. Вопрос заключается в следующем. Почему американцы вдруг редко поменяли свою точку зрения и пошли, точнее, начали сдвигаться от конфронтационной стадии к такому конструктиву? Я тут сразу хочу сказать, что здесь неожиданности, в общем-то, это не неожиданно, потому что этому предшествовало в период 2009, точнее, 2008-2011 годов интенсивная дискуссия внутри американской элиты, высшей американской элиты, где столкнулись, собственно говоря, две позиции. Одна позиция, которую представляла военно-разведственное сообщество Соединенных Штатов, и суть его заключалась в том, что американцы, строя свои стратегии на Большом Ближнем Востоке, не имеют права игнорировать иранский фактор, поскольку Иран, Исландская республика, Иран не стала, в то время они использовали, становятся единственной региональной супердержавой, сейчас мы можем сказать, что события 2012-2012 года показали, что Иран не стал единственной супердержавой, региональной супердержавой, без которой, так сказать, проблема стабилизации региональной безопасности достигнута не будет, и точка зрения сионистской части американской элиты. И вот здесь за последние 2-3 года произошли очень интересные изменения, они провели в 19-е годы и в последующем в течение 19-го года. Фактически еврейская община Соединенных Штатов раскололась, и большая часть этой элиты, этого сообщества, еврейского сообщества, они перешли на позиции, как это ни странно может быть звучит, на позиции военно-разведочного сообщества, сделав шаг в сторону от позиции Айпака, который выражает как раз про-израильскую точку зрения. И вот это очень важный момент, поскольку это дальше будет определять телодвижение Нитаньяху и нынешней израильской части и так далее. Поэтому создание некой достаточно влиятельной части консенсуса в американском политическом эстетичнике, которое объединило и еврейскую часть этой элиты, еврейскому капиталу, и военно-разведочное сообщество Соединенных Штатов, и классические, так сказать, слои американской политики, включая изоляционистов, которые набирают сейчас. Но это привело к тому, что объективно американцы, а даже американцы, прежде всего, начали форсировать процесс этих переговоров. Таким образом, я вижу эту ситуацию. Да, Шамиль Загитович, в то же время, наверное, это и отразилась ситуация, скажем, в Сирии, где, в принципе, они не смогли добиться успеха США именно из-за роли Ирана, в том числе России, Китая. Я хочу сказать, что, вот помните, я сказал, что вот события 2013 года, да, они подтвердили статус Ирана как единственная региональная супердержава. Это на период сирийского кризиса, особенно вот в августе, да, месяце, это наиболее наглядно проявилось. В чем это проявилось? Вот Иран, если вы помните, да, он уже на начальных стадиях, по-моему, сейчас я точно не помню, только 25-го, только 26-го августа, он однозначно поддержал своего союзника в Сирию. И заявил о том, он заявил и 26-го августа, и позднее несколько раз со стороны высшего руководства Ирана звучали заявления о том, что в случае использования военной силы против Сирийско-Арабской республики Иран однозначно будет использовать все свои возможности, а под всеми своими возможностями использовать вооруженный фактор для того, чтобы защитить своего союзника. Поэтому вот с точки зрения дипломатии это играет очень важную роль, потому что Иран тем самым, как действительно ответственная региональная держава, показала свою политическую ответственность, показала свою готовность защищать своих союзников. И это был сигнал, это был сигнал не только для целого калейдоскопа игроков на региональной сцене, но это и был очень важный сигнал для американцев, для администрации Обамы, которая в это время находилась под воздействием разного рода факторов. Ну вот, и вот этот момент как раз очень был важным и реальным. Ну естественно, я говорю, и позиции там России, Китая, но вот этот момент очень важен, особенно на фоне того, что, например, там и Саудовская Аравия, и Турция, они вот такую решимость, такую ответственность, как региональная держава, они в этот момент кризиса, сирийского кризиса не проявили. Да? Вот Иран проявил, поэтому я и говорю, что именно вот к лету 13-го года, можно сказать, реально Иран стал региональной супердержавой. И во время сирийского кризиса это было признано мировым международным сообществом, и признано с его американцами. И это один из был факторов, который повлиял к тому, чтобы вот начать форсировать переговорный процесс между Соединенными Штатами и Ираном. Скажем так, как вы комментируете позицию Израиля в этом ракурсе? Я не слышу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!